МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Антон Исаевич Кин. Эфир 41-го канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Для борьбы с коронавирусом в регион поступит около 73 миллионов рублей. Регулирование цен может привести к дефициту сахара и подсолнечного масла. Воронежскому шестилетнему мальчику, чтобы вернуть слух, требуется крупная сумма. В Поворенском районе полиция прикрыла деятельность местных наркоторговцев. К новостям региона мы вернемся после краткого обзора событий в стране и мире. Сенат США утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкина на пост главы Государственного департамента. Ранее его кандидатуру поддержал Сенатский комитет по иностранным делам. В ближайшее время 58-летний Блинкин будет приведен к присяге. Как известно, в период президентской кампании в США 2020 года Блинкин был неофициальным пресс-секретарем Джо Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем. В 2013 и 2015 годах Блинкин занимал посты заместителя Советника по национальной безопасности президента США, а в 2015 и 2017 годах заместителя главы Госдепа. Как сообщила CNN в США, в рамках расследования штурма Капитолия в Вашингтоне, которое произошло 6 января, федеральные прокуроры уже обвинили 150 человек. Многим предъявлены обвинения в проникновении в закрытое здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии. Более серьезные обвинения варьировались от кражи государственной собственности, заговора, межгосударственных угроз до нападения на правоохранительные органы. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ожидают в будущем ареста еще сотен участников беспорядков. Министерство финансов США призывает президента Джо Байдена ускорить процесс появления портрета Гаррет Табман вместо портрета президента Эндрю Джексона на лицевой стороне 20-долларовой банкноты. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Инициатива, начата еще во времена Барака Обамы, была заблокирована администрацией Дональда Трампа. Против выступил лично Трамп, назвав этот шаг чистой политкорректностью и предложив разместить портрет Табман на 2-долларовой купюре, которая больше не выпускается. Напомним, что Эндрю Джексон – седьмой президент США, а Гаррет Табман – бывшая рабыня, сбежавшая из рабства, а потом ставшая активным борцом с рабоводением на юге США. В Нидерландах уже несколько дней не стихают массовые беспорядки, связанные с антиковидными ограничениями. Беспорядки произошли и в таких городах, как Амстердам, Гарлем, Гаага, Тилбург. Протестующие устраивали поджоги и грабежи, бросали полицейских петарды и камни, а в Амстердаме демонстранты взорвали мост. В ответ на эти действия полиция применяла водометы, дубинки, слезоточивый газ из собак. Количество задержанных в связи с участием в беспорядках составило от 320 до 400 человек. Напомним, что с середины декабря прошлого года в Нидерландах введен локдаун. Закрыты магазины, кроме продуктовых, тренажерные залы, развлекательные учреждения. А с 23 января действует комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Премьер-министр Италии Джозеппе Конте планирует подать в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров страны. Ожидается, что в ближайшее время Конте отправится к президенту Италии Серджо Маттарелли и сообщит ему о своем решении. Глава государства должен решить, принять ли ему отставку премьера или же поручить Конте сформировать новое правительство или организовать новые выборы. Официальная причина ухода в отставку Конте не сообщается. В Норвегии изменят стратегию ковид-вакцинации для пожилых людей после недавнего всплеска смертности на фоне прививок. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг. В январе в Норвегии более 30 людей, старше 70, скончались после вакцинации против коронавируса, передает Bloomberg. Теперь Норвежский институт общественного здравоохранения призвал врачей делать прививки старым и больным, учитывая каждый конкретный случай. Напомним, что Норвегия не нашла связи между ковид-вакциной и смертями пожилых людей. Регулятор считает смерти возрастных пациентов после прививки совпадением, поскольку у получивших вакцину были серьезные заболевания. В столице Индии Дейли фермеры продолжают протестовать против новых законов о свободном рынке торговли. В ходе протестов возникли беспорядки и столкновения с полицией. После начала протестов правительство предложило приостановить действия законов, но фермеры настаивают на их полной отмене. Полиция разрешила митинг при условии, что он не помешает ежегодному параду в честь Дня Республики. Демонстранты на тракторах прорвали оцепление и отклонились от согласованного маршрута. Начались столкновения с полицией. Правоохранители применили стезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Восточная Африка продолжает борьбу с нашествием пустынной саранчи. Регион накрыла уже вторая волна нашествия вредителей. Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не хватает денег на борьбу с саранчой. Весь парк самолетов для борьбы с пустынной саранчой в Восточной Африке может быть полностью остановлен, если программа не получит 38 миллионов долларов. В этот момент стаи саранчи уже вторглись в 11 округов Кении и направляются к прибрежной части страны, а также двигаются в сторону Танзании. Более крупные стаи также уничтожили в этом году сельскохозяйственные угодья в Эфиопии. Напомним, что нашествие пустынной саранчи стало крупнейшим в Африке за последние 70 лет. Президент ЮАР Сирил Ромофоса призвал богатые страны прекратить накапливать вакцину против COVID-19, а отдать ее нуждающимся. Президент ЮАР считает, что миру необходимо действовать сообща для борьбы с пандемией. Ромофоса, который в настоящее время возглавляет Африканский Союз, сказал, что африканские страны хотят получить доступ к вакцинам так же быстро, как и развитые страны Запада. Экономический кризис из-за пандемии коронавируса оставил без работы четверть миллиарда человек, что в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008 и 2009 годов. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда. 71% потерь занятости произошел в форме не безработицы, а бездеятельности. Люди покинули рынок труда, так как не смогли работать из-за карантина. В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 4 триллиона долларов. Что составляет 4,5% глобального ВВП. При этом отмечается, что проблемы на рынке труда коснулись больше женщин, чем мужчин. Новости ближнего зарубежья. Таджикистан полностью победил коронавирус, однако все граждане должны соблюдать меры безопасности. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Имамали Рахмон. При этом он добавил, что расслабляться не стоит и следует помнить о правилах гигиены. По словам Рахмона, в 2020 году правительство Таджикистана дополнительно выделило на систему здравоохранения свыше 145 миллионов долларов. В эксплуатацию экстренно были сданы около 30 новых больниц. Ранее Минздрав Республики заявил, что в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев заражения коронавирусом. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт утвердила в должности новое правительство, которое впервые возглавила женщина. Премьер-министром страны стала глава партии реформ Кая Каллас. Из 14 министров нового Кабмина 6 женщины. Новый кабинет министров уже принес присягу и приступил к работе. Каллас намерена на своем первом заседании обсудить вопрос распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что предыдущее правительство Эстонии работало с апреля 2019 по январь 2020 года. Экс-премьер Юрий Ратас подал в отставку после коррупционного скандала. Ключевого члена его партии заподозрили в получении пожертвований в обмен на политические услуги. Соглашение о транспортировке белорусских грузов через порты России будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В декабре Москва направила Минску конкретные предложения по экспорту нефтепродуктов через Россию вместо стран Балтии. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты уже в 2021 году. По расчетам экспертов, Минск из стран Балтии может перенаправить до 6 миллионов тонн нефтепродуктов. Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ в ближайшее время должен подписать президент страны Владимир Зеленский. Речь идет о проведении совместных учений с американскими, румынскими, польскими и британскими военными. Новости России. Школьное питание по всей стране проверит Генпрокуратура, передает Интерфакс. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Поводом стали многочисленные случаи отравления учеников в нескольких городах России. Генпрокуратура проверит обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков. Напомним, что на прошлой неделе в Подмосковье произошли случаи массового отравления школьников и взрослых в Красноармейске и Электростале. Профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне единогласно поддержали вопрос о ратификации соглашения о продлении на пять лет договора между Россией и США. Речь идет о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Напомним, что во вторник президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами в продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что стороны на днях завершат необходимые процедуры для дальнейшего функционирования этого важного международного правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов. Новости нашего региона. За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 383 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составило 56 324 человека. За последние 24 часа из-за коронавируса в Воронежской области умерли 18 человек. Таким образом, общее число случаев летального исхода на сегодня 1490. За последние сутки выздоровел 221 человек. Всего излечились 56 324 пациента. Более 73 миллионов рублей дополнительно выделят из федерального бюджета на нужды Воронежской области, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Соответствующий приказ подписал Михаил Мишустин во вторник, 26 января. В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что в регионе бесплатными медикаментами обеспечили уже более 35 тысяч пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Продолжается и вакцинация. Однако прививки от коронавируса не делают детям до 18 лет. В облздраве объясняют это тем, что заболеваемость среди детей низкая, и вакцинация на данный момент рассчитана только на совершеннолетних граждан. Прививка по-прежнему бесплатна. Для прохождения процедуры необходим паспорт и полис ОМС. Некоторые коммерческие медцентры имеют право прививать граждан только при наличии специальной лицензии, которая позволяет это делать, но правда за деньги. Счетная палата опасается, что регулирование цен на сахар и подсолнечное масло приведет к их дефициту. Принудительное ограничение роста цен может привести к тому, что производить и поставлять на рынок эти товары становится невыгодно. По соглашению, который будет действовать до конца первого квартала этого года, сахар за килограмм должен стоить не более 46 рублей, а подсолнечное масло не выше 110 рублей за литр. Аудиторы счетной палаты полагают, что искусственное сдерживание цен может привести к двум неприятностям. Во-первых, все эти меры могут вызвать дефицит сахара, подсолнечного масла и макарон на прилавках. Производителям реализация по сниженным ценам может стать просто невыгодной. Замороженные цены могут повысить спрос у населения. Люди скупят всю качественную продукцию по приемлемым ценам. Во-вторых, после отмены ограничений цены могут начать резко расти. Все это может стать для населения страны существенной проблемой. В одном из муниципальных образований Воронежской области произошли серьезные административные перемены. Два сельских поселения, входящих в состав Новой Усмани, объединяются. Для принятия такого решения есть ряд веских причин. Новая Усмань по факту состоит из двух населенных пунктов. Это первое и второе усманские поселения, включая Нечаевку, Луч, Парусное, Подклетное. Такое разделение сложилось исторически. В советские годы было даже не два, а три сельсовета. Сейчас по закону в одном населенном пункте не может быть два муниципальных образования, поэтому их решено объединить. Больших перемен после слияния не ожидается. Кроме того, что на дверях администрации теперь другая табличка. Жителям четырех улиц придется менять документы, так как и в поселениях оказались улицы с одинаковыми названиями, поэтому их переименуют. Процедура с объединением затяжная, на нее уйдет минимум год. В лучшем случае все завершится только в конце этого года. Мы обязательно пройдем процедуру общественных обсуждений. Обязательно и с депутатами, и с жителями этот вопрос проговорим. Развеем все сомнения и при безусловной поддержке граждан, которые живут на Волосмане, такое решение постараемся принять. Без такой поддержки с наличием внутренних противоречий или недопониманий, или если выявятся какие-то риски, связанные с неудобством или дискомфортом для каких-то категорий граждан, конечно же, такого решения приниматься не будет. Благодаря объединению в сельском поселении увеличится число инвестиционных ресурсов, а значит появится возможность больше выделять средств на благоустройство. Если процедура слияния состоится, то народных депутатов станет 20, а не по 15 в каждой Усмане, как это было раньше. Олеся Лесюк, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронежская семья шестилетнего Ваня Симонцева просит о помощи. У мальчика двусторонняя аномалия развития наружного и среднего уха. Этим редким заболеванием страдает один ребенок из 10 тысяч. Для восстановления слуха и пластической операции Вану требуется дорогостоящее лечение в специализированной клинике за границей. Тему продолжит Галина Жукова. На первый взгляд Ваня ничем не отличается от своих сверстников, но длинную прическу он носит не случайно. Волосы скрывают отсутствие правого уха. К тому же у Ванечки нет вообще слуховых отверстий. Здесь помимо того, что нет ушка, еще немножко идет искривление челюсти. И со временем, когда он растет, искривление увеличивается, потому что эту всю сторону у него все стягивает. Соответственно, он и говорит с дефектом, и это полный дискомфорт, конечно, для ребенка. Но самое главное – то, что болит голова. Но у нас проблема-то основная, конечно, слуха. Воронеже с такой врожденной патологией Ванечка один. В среднем, по статистике в мире, один на 10 тысяч детей такой рождается. Я насчитала примерно около 30 детей по России, у которых подобное заболевание. Но оно проявляется разной степенью тяжести. То есть у Ванечки, например, две стороны закрыты, он полностью не имеет возможности полноценно слышать. Есть детки, у которых закрыта одна сторона. У мальчика врожденная тугоухость четвертой степени, что практически равносильно глухоте. Мама Вани, Анна Симонцева, говорит, что ее сын слышит лишь благодаря специальному аппарату костной проводимости. Все, вот так мы каждый день надеваем наш аппарат. То есть, когда аппарата нет, получается тишина? К сожалению, да. Четыре шага и полная тишина. К тому же аппарат рассчитан лишь на ограниченный срок, максимум на два года. Этот аппарат способствует проведению звука по кости, если можно так сказать. Но, к сожалению, ребенок не воспринимает звук, как мы с вами. То есть он слышит, если можно так сказать, искаженный звук этот, компьютерный, больше, скажем так, похож. То есть он хотя бы понимает, откуда идет источник звука. И, конечно, старается различать, что от него хотят. Переспрашивает очень много раз. При этом государство лишь единожды компенсирует стоимость такого аппарата. На сегодня она приближается к миллиону рублей. Благодаря аппарату костной проводимости Ваня впервые услышал мамин голос в шесть месяцев. Но стоит его снять, как мальчик перестает слышать звуки, погружаясь в тишину. Для того, чтобы полноценно восстановить речь и восприятие мира, нам, конечно, нужно восстановить в первую очередь слух. То есть слуховые проходы однозначно ребенку нужно сформировать, так как они естественным образом не сформировались. Они должны быть сформированы искусственно в ходе операции. Необходимые операции для восстановления стопроцентного слуха и отсутствующей ушной раковины Ваня могут провести в специализированной американской клинике. В России подобное эффективное лечение не практикуется. Если в США для полного выздоровления мальчика потребуется всего две операции, то у нас минимум восемь. К тому же реабилитация Вани в этом случае может растянуться на длительное время. Между тем, рассказывает Анна, в Америке готова прооперировать мальчика уже летом этого года. После проведения операции с ребенком можно будет снять инвалидность. Он будет полноценным человеком, он будет полноценно слышать, разговаривать и просто вступит в здоровую, полноценную жизнь. Соответственно, это для нас просто шанс, который мы ждем с трепетом и очень надеемся, что нам помогут. На первый этап нужно 6 миллионов 612 тысяч рублей. Половину суммы собрать удалось, в том числе и через социальные сети. Чтобы собрать полную сумму, Симонцевы обратились за помощью в благотворительный фонд «Стеша», который специализируется на сборе средств для лечения детей с редкими орфанными заболеваниями. Помочь Ванечке обрести полноценную жизнь и слух можно прямо сейчас, зайдя на сайт благотворительного фонда «Стеша». Причем это может быть любая посильная помощь. Помочь нужно сейчас. Это нельзя откладывать. Мы говорим, это срочный сбор. Когда люди читают, задают вопросы, ну как же срочный сбор, если операция только в августе. Чем раньше мы соберем, тем больше у нас будет гарантии того, что на эту операцию ребенка возьмут точно. Представьте, да, миллионный город. И это, знаете, вот как бумеранг добра. Когда его запускаешь, он пока всех облетит, он возвращается потом уже таким вот, я не знаю, каким-то огромным артефактом просто, который дает шанс ребенку на полноценную жизнь. Собранные средства помогут Ване Симонцеву успешно пройти первый этап операции, запланированный на 17 августа этого года. А маме и папе осуществить давнюю мечту – видеть своего сына абсолютно здоровым. Я искренне верю, что все получится, что мы все преодолеем, что добрые люди, они откликнутся, нам помогут. И уже совсем скоро мы будем показывать фотографии нашего Ванечки, где он улыбается, слышит, у него есть ушка. Я живу с верой в сердце, что все получится. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. В Поворенском районе сотрудники полиции обнаружили дом, в котором чуть ли не в промышленных масштабах выращивали марихуану. В этом, с виду обычном деревенском домике, незаконного товара оказалось примерно на 4 миллиона рублей. Общий вес, упакованный в свертки марихуаны, составил более 12 килограммов, плюс таблетка из прессованной конопли. Толкать наркотик наркобарыги планировали в Воронеже, Подмосковье, а также в Волгоградской и Саратовской областях. В отношении одного из фигурантов возбуждено три уголовных дела, два из которых по факту сбыта наркотического средства в значительном размере. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Другому фигуранту инкриминируется часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наркозбытчики осуществляли сбыт наркотиков на территории Воронежской области и в других субъектах Российской Федерации. Сбыт в основном происходил контактным способом, из рук в руки. Бизнес-план провалился практически сразу. Первые же два пакета по 50 граммов у подозреваемых купили под контролем оперативников. В ходе обыска помимо марихуаны были обнаружены семена конопли и специальные приспособления для ее культивирования. Оба злоумышленника теперь в следственном изоляторе. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Егор Китаев при поддержке ГУВД по Воронежской области 41 канал. А теперь о погоде в Воронежской области и в мире. Северный полюс 47, Южный полюс 27, США, Нью-Йорк плюс 4, Вашингтон плюс 8, Мексика, Мехико плюс 26, Бразилия, Рио-де-Жанейро плюс 30, Китай, Пекин плюс 3, Япония, Токио плюс 7, Индия, Дейли плюс 21, Австралия, Сидней плюс 22, Египет, Каир плюс 24, Шарм-Эш-Шейх плюс 22, Мальдивы, Мале плюс 30, Израиль, Иерусалим плюс 10, Греция, Афины плюс 10, Италия, Рим плюс 13, Милан плюс 7, Франция, Париж плюс 10, Германия, Берлин плюс 3, Великобритания, Лондон плюс 10, Болгария, София минус 1, Беларусь, Минск, 0 градусов, Украина, Киев минус 1, Грузия, Тбилиси, плюс 11, Армения, Ереван плюс 1, Таджикистан, Душанбе плюс 8, Узбекистан, Ташкент плюс 9, Россия, Владивосток минус 11, Хабаровск, минус 16, Новосибирск, минус 5, Тюмень, минус 2, Екатеринбург, плюс 1, Уфа, минус 4, Нижний Новгород, 0 градусов, Мурманск, минус 10, Ростов-на-Дону, плюс 6, Сочи плюс 17, Санкт-Петербург, минус 1, Москва, 0 градусов, Воронежская область, Бобров, плюс 1, Бугучар, плюс 2, Борисоглебск, минус 1, Бутурлиновка, 0, Лиский, плюс 1, Нижний Девицк, плюс 2, Острогожск, плюс 3, Павловск, плюс 2, Рамонь, плюс 1, Росош, плюс 2, Семилуки, плюс 2, Хохол, плюс 1, Воронеж, плюс 2, Небольшой дождь, 743 миллиметра, Ртутного столба, Ветер юго-восточный, 4,5 метра в секунду. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в социальных сетях. Смотрите программу «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях, а также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин